Дымка с запахом гари Если заглянуть внутрь, видно, что провал уходит под асфальт довольно глубоко вниз Откуда в городе берутся глубокие провалы, почему они опаснее обычных ям и как обратить на них внимание, пока не случилось несчастье И кардиолог, и психолог, и дворник Это УЗИ приехало к нам, вот это УЗИ, сейчас мы будем смотреть больных Что еще должен уметь фельдшер на селе и почему ему стыдно уходить на пенсию? Старец с пронзительным взглядом Когда вот смотришь на такие картины, видишь глаза, которые как живые И виден вот этот внутренний взгляд Зачем в Красноярск прилетел монах, прошедший Афган и заслуживший там звание Герой Советского Союза? С утра Красноярск накрыло дымкой от пожаров Людям приходится дышать гарью Измерители чистоты воздуха зашкаливают Больше всех страдают жители Академгородка и Кировского района Насколько опасен для здоровья такой воздух и когда он покинет город, знает Евгений Черных Этот смог появился еще в четверг, когда в городе наступил штиль Поэтому вечером измерители чистоты воздуха показывали пугающие значения В центральном районе показатели достигли 350, при норме в 50 Ночью ветра также не было, утром ситуация была не лучше Но ближе к обеду ветер вновь восстановился и стало полегче По данным на 2 часа дня сложнее всего дышалось в Академгородке и Кировском районе Ну, учитывая, как здесь все горит вокруг, за погаром нужно расстоять неделю, не меньше Каждый год одно и то же, ничего не меняется Горим, выгораем, дышим, ветер есть хорошо, ветра нет, плохо Ну, это пока не критично, говорят, что населенные пункты не будут охвачены пожаром, это радует А так плохо, что такое количество, в основном, в крае горит лес Была дымка, все белое было сегодня с утра, и вчера запах в Гаре был Ну, неприятно, мало Ну, ничего, судя по запаху дыма от пожаров, то есть пахнет деревом, травой, там никакого химического запаха нет Химические испарения опаснее Гаре, но при этом выпускать ее из вида не стоит Главный специалист от ларинголог Минздрава России Яков Накатис сообщает, что при продолжительном вдыхании едкого запаха дыма возникает интоксикация всего организма Могут возникнуть головные боли, усталость, тошнота и рвота Красноярские коллеги с ним солидарны, все может дойти до госпитализации В группе риска все, у кого легочные заболевания В первую очередь, это не реагировать свое пребывание на улице Дома стараться меньше проветривать, либо использовать системы кондиционирования, которые помогут вас защитить от попадания этих всех частиц в квартиру И ношение респираторов, масок, также можно использовать мозальные фильтры По данным МЧС, по Красноярскому краю за минувшие сутки зарегистрировано 5 ландшафтных пожаров сухой растительности на площади больше 2 гектаров Из-за этого и появилась такая дымка, но, обещают сотрудники гидрометцентра, скоро всех спасет ветер Сейчас ветер будет усиливаться и вполне вероятно, что к концу дня эту дымку разобьет Более того, на день у нас по прогнозу небольшой дождь ожидается, поэтому вполне вероятно, что дымку разобьет Так и вышло, уже к пяти вечера воздух пришел в норму Однако ситуация может повториться, если на место ветра придет штиль Обещают, что по прогнозу этого не случится, но все же стоит запомнить рекомендации врачей Евгений Черных, Эдуард Баглай, 7 канал Еще 45 пожарных прибыли тушить леса Красноярского края Это силы Федеральной авиалесоохраны Общее число людей, брошенных на борьбу с огнем, уже подходит к отметке в полторы тысячи человек Больше 500 из них приехали из других регионов Югры, Забайкалья и Приморья Пожары начались уже и на севере края, например, в Мотыгинском районе Огнеборцев туда доставляют на вертолетах А вот, например, тяжелую технику, тракторы и бульдозеры везут по Ангаре Также сложная ситуация в Казачинском и Тосеевском районах Причиной возгораний в большинстве случаев по-прежнему остается человеческий фактор Но сейчас к нему добавились и природные явления На протяжении недели мы наблюдаем увеличение количества пожаров по причине гроз Ранее 100% это был человеческий фактор Но, тем не менее, сейчас мы также фиксируем поджоги Вчера зафиксировали поджоги в Енисейском районе Пасечник выжигал траву И вследствие чего произошло возгорание леса Оперативно мы доставили туда несколько групп на вертолете Национальный парк Красноярские столбы будет закрыт еще две недели Продлили ограничения в связи с напряженной пожароопасной обстановкой в регионе Запрет действует на рекреационную зону Посещать можно только кордон Лалитина и гранитный карьер Остальная зона остается полностью закрытой Туда нельзя заходить пешком Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа от 3000 рублей Такие ограничения продляются уже в третий раз В Красноярском аэропорту прошли учения по предотвращению воза обезьяней оспы По легенде, заболевший прибыл из Доминиканы На борту стало ясно, что у одного из пассажиров есть признаки заражения Самолет сразу отвезли на санитарную стоянку Груз, багаж и даже трапы стали обеззараживать В общем, все похоже на кино, в котором по сюжету свирепствует вирус Схему действия отрабатывали вместе с Роспотребнадзором На случай, если будет реальная подобная ситуация На летное поле будут вызваны сотрудники различных ведомств Самолет и багаж пройдет тщательную дезинфекцию Все отходы с воздушного судна будут уничтожены А заболевшие и контактные люди будут помещены в карантин И конечно, все работники, начиная с службы безопасности и заканчивая клинингом Будут работать в средствах индивидуальной защиты Которые после будут уничтожены Хроники дыры Девушка завела блок ямы возле ее дома Асфальт провалился на тротуаре Вот уже месяц заделывать его никто не спешит Тем временем на Кирово асфальт рухнул прямо на проезжей части Из-за опасного провала пришлось перекрывать дорогу Почему земля все чаще уходит из-под ног И как с этим бороться, знает Денис Козлов Если заглянуть внутрь, видно, что провал уходит под асфальт Довольно глубоко вниз Личный блок ямы недалеко от своего дома Анастасия начала вести с первых чисел мая Можно сказать, этот месяц они прожили вместе Параллельно с ежедневными фотографиями Рос и диаметр отверстия в тротуаре Девушка обращалась в 205, но никто не приехал Попробовала сама справиться с проблемой Заложила провал досками Хватила ненадолго Дыра опасная Вечером весь вот этот участок никак не освещен И туда можно упасть Поэтому после трех дней бездействия Я решила, что можно хотя бы своими силами Закрыть ее чем-нибудь Вот Но, во-первых, быстро убрали первую доску, которая здесь лежала А во-вторых, дыра расширяется Рядом школа и опасность с учетом отсутствия освещения реальная После наших запросов в районную администрацию Дело, наконец, может сдвинуться с мертвой точки Наши специалисты проводили проверку по данному запросу Им необходимо было уточнить наличие и принадлежность возможных коммуникаций в месте провала Выяснилось, что в этом месте они отсутствуют Поэтому в ближайшее время провал будет ликвидирован Правда, опасные ямы в последнее время появляются как грибы после дождя И это при том, что на улице пока сильных ливней не было Провалы в нашем городе в этом сезоне появляются все чаще Один из них появился в центре Днем недалеко от остановки Перенсона И аж до позднего вечера пришлось здесь все движение перекрывать Частью к утру здесь как-то все доподсыпали Еще один провал обнаружили на прошлой неделе Тогда жители поначалу шутили, что у Енисея появился новый приток Потом стало не до юмора Возле обновленной правобережной набережной провалился асфальт В департаменте горхозяйства говорят, что причинами таких ям чаще всего становятся изношенные коммуникации Ведь не секрет, что состояние труб по городу не самое блестящее Пороем десятки лет Вода вымывает грунт и все, что над ним обваливается вниз К счастью, технология борьбы с подобным есть Провалы гораздо опаснее, скажем так, чем просто яма на дороге Поэтому, если вы видите пустоту, которая сияет под дорогой Нужно незамедлительно сообщить об этом в администрацию района Любыми способами, либо в службу 005 Администрация района сразу же соберет комиссию То есть у них есть схемы, где пролегают сети Чьи они могут быть там И, соответственно, комиссия на месте соберется Провал обязательно огородят И дальше уже будут решать и находить его причину Правда, ждать, что все быстро вернется к первозданному виду не стоит Сначала место засыпят и в течение нескольких дней будут следить, как ведет себя грунт Если все хорошо, заасфальтируют Если нет, то придется ждать очередных подсыпок Пока щебень не перестанет уходить вниз Денис Козлов, Илья Сенкевич, 7 канал В понедельник в десятках домов правобережья пропадет холодная вода Отключение затронут Ленинский район Как минимум на 12 часов без водоснабжения Останутся улицы Юности, Ползунова, Центральный проезд и часть Красраба Номера домов вы видите на экране Отключения связаны с подготовкой к сети и к зиме По некоторым адресам рабочие водоканалы будут менять задвижки Коммунальщики советуют запастись водой Однако на всякий случай будет организован подвоз Подробную информацию о ходе работы, адресах, куда отправят цистерны Можно узнать по телефону, номер которого вы видите на экранах Сотрудники ГИБДД начнут использовать квадрокоптеры Они помогут выявлять нарушения на дорогах Красноярского края Дроны с воздуха будут фиксировать нарушителей ПДД И перенаправлять необходимые сведения полицейским Они уже опробовали наблюдение с воздуха на трассе в Березовском районе Этот участок был выбран из-за высокой аварийности Которая происходит из-за частых выездов водителей на встречную полосу Качество съемки позволит распознать номер автомобиля И доказать вину нарушителя И уже сегодня патрульные автомобили ДПС будут дежурить на всех выездах города И осуществлять проверки водителей на трезвость А также автомобили, где перевозятся дети на наличие специальных удерживающих устройств В Красноярске в день защиты детей пройдут праздничные мероприятия Так, 1 июня в 11.00 на площади перед администрацией Красноярска поднимут флаг детства С 12.00 до 16.00 на театральной площади пройдет концерт Там же будут работать развлекательные локации Главным событием станет флешмоб, где примут участие танцоры, певцы и спортсмены Развлекать красноярцев будут и молодежные центры Так как праздник пройдет во всех районах Красноярска В Татышев парке праздник отметят в субботу, 4 июня Здесь пройдет детский костюмированный велопарад Старт в 11.30 Фельдшер на селе должен уметь все Особенно, когда до ближайшей больницы ехать 70 километров А именно такая ситуация сейчас в деревне Урман Березовского района В местном медпункте почти 40 лет работает один человек Валентина Даньшина для местных жителей уже стала и терапевтом, и психологом Виктор Бородин продолжит тему Это УЗИ приехало к нам Вот это УЗИ, сейчас мы будем смотреть больных Если болит голова или давление скачет, надо идти к Валентине Астафьевне Это правило в Урмане выучили все Местный фельдшер на своем посту уже 39 лет Говорит, что сейчас к ней идут уже внуки и даже правнуки людей, которых она лечила в первые годы работы Медкарточки всех местных доктор знает наизусть Сюрпризы же в основном подкидывают туристы, отдыхающие на Мане В прошлом году я зашила голову туристу с Новосибирска Представляете, он пришел там у себя на прием А ему доктор говорит, а кто он так? Ну как, классно оно или как? Или хорошо зашил? Шуй наложил? Это я! Мастерство! Что фельдшер в деревне должен уметь? Все это еще мягко сказано Первым давление надо измерить Вторым сбить температуру Третьим уколы поставить Параллельно надо и за медпунктом следить Например, зимой чистить на территории снег Работа нелегкая И в прошлом декабре фельдшер даже хотела уйти Написала заявление, отработала две недели Однако замену ей так и не нашли Медпункт закрылся В итоге и самой Валентине Остафьевне неловко стало, что пациентов бросает И они тоже стали уговаривать ее вернуться Жизненно важно, необходимое это дело у нас Так что нам надо, чтобы медпункт был Насколько важна вода для человека Еда для человека Вот так же и медпункт Особенно для нас, для пенсионеров В медпункт здесь идут не только за таблетками Или чтобы давление измерить Старенькое деревянное здание Тут вместо любого общественного пространства Люди приходят просто пообщаться Население в Урмане меньше ста человек Единого места для сбора у них нет У нас кроме сейчас медицины-то ничего и нет Вот так вот, если общественного Кроме медиков Потому что у нас больше ничего нет Как бы разобраться-то по-хорошему Вот один медпункт, ну магазинчик еще и все По-настоящему приятное с полезным Местные совмещают, когда к ним приезжают врачи из райцентра Они проводили, например, вакцинацию от ковида По словам медиков, проблем с этим не было Поставить прививку пришли, если не все, то большая часть населения точно Ежегодно сюда приезжает и флюромобиль Мы делаем флюорографию Плюс мы с собой привезли еще специалиста делать УЗИ То есть УЗИ по назначению врача То есть осмотр идет терапевта Потом я отправляю сразу на УЗИ Ну флюорография обязательно всем раз в год проводится Что касается Валентины Астафьевны Ей такая помощь только в радость Еще бы и дорога к деревне получше была От Березовки до Урмана два часа езды И скоро, если надо, приезжает Однако трасса по большей части гравийная Там много ям Положит там асфальт и скорая быстрее приезжать будет И специалисты, возможно, заглядывать чаще начнут Виктор Бородин, Дмитрий Комаров, Седьмой канал Без перемен Статистика заболеваемости коронавирусом в Красноярском крае За последние сутки осталась на том же уровне Во всем регионе зафиксировано 50 новых случаев Накануне было на одного человека больше В Красноярске заразилось меньше жителей По сравнению с четвергом 22 против 26 Вновь выросло количество госпитализаций Почти 60 и ни одного летального случая Каким Красноярск станет в будущем, можно узнать уже сегодня Центральная часть города преобразится, можно сказать, до неузнаваемости Начнут перемены с перехода театральной площади на левобережную набережную Подземка появится здесь уже через год Сейчас ведутся поиски подрядчика Строительство начнется уже этим летом Чтобы уменьшить заторы на Дубровинского Мэрия разрабатывает схему перекрытия участка И это не единственные видоизменения, которые ждут главную площадь города По плану усовершенствовать ее и сделать доступной для родителей с детьми И людей с ограниченными возможностями Также возле моста, где сейчас парковка, появится новый объект Все это сделают к 400-летнему юбилею Красноярска в 2028 году В России выросла популяция снежного барса Лучшие семьи Красноярского края получат по 50 тысяч рублей А цена на гречку в России рухнула Только хорошие новости расскажем далее В России выросла популяция снежного барса Ирбисов стало на 24 больше, чем в 2020 году Эксперты оценили численность редкого вида кошачьих в 75 особей Из них взрослые 57 Котят 18 в 9 выводках Для сравнения, два года назад в России насчитали 51 особь А в 2018-м 61 К тому же впервые ученые подтвердили присутствие Ирбиса Вдоль границы республики Тыва с Красноярским краем Лучшие семьи Красноярского края получат по 50 тысяч рублей Победители конкурса «Семья года» уже выбрали Лучшими в номинации «Многодетные» стали семьи Тимофеевых из Красноярска И Бардиных из Ачинска Лучшими молодыми выбраны две семьи из Красноярска Архиповы и Ремезовы В номинации «Сельская семья» победили Вальковские из Краснотуранского района Золотыми семьями России стали Гайнуддинов из Северо-Енисейского района И Огоренко из Минусинска В Красноярске планируют развивать сеть придомовых зарядных станций для электромобилей Это с предпринимателями и экспертами обсудил мэр города Сергей Еремин Он заявил, что среди красноярцев есть стабильный спрос на данный вид транспорта Но количества электрозаправок не хватает По мнению инициаторов, появление зарядников внутри жилых массивов Станет дополнительным стимулом для увеличения количества экотранспорта в городе В планах уже 50 придомовых участков Сейчас решается вопрос с покупкой оборудования, чтобы уже в этом году начать реализацию идей В России подешевела гречка Птовые цены на крупу начали снижаться из-за низкого спроса На 20 мая стоимость гречки сократилась на 13% Экспорт этой продукции также упал на фоне того, что внутренние цены остаются привлекательные внешних Кроме того, наблюдаются сложности с логистикой за рубежом Все это приводит к понижению цен в супермаркетах Похожую тенденцию, но не в таких масштабах, наблюдают с сахаром Напомню, в этом году висепремьер Виктория Амбрамченко заявила, что запасов сахара в стране хватит до следующего урожая И добавила, что запасов гречки тоже достаточно Эти люди знают, как отличить лавочку из сосны от лавочки из осины Они определяют, правильные ли материалы использовал подрядчик для благоустройства Красноярска Смотрите сразу после нашего выпуска новостей в программе «Право на защиту» интервью с начальником лаборатории судебной экспертизы Илья Владимирович, а вот что такое лингвистическая экспертиза? Лингвистическая экспертиза направлена на то, чтобы установить суть высказывания, суть текста И те эмоции, тот смысл, который закладывал человек, когда писал, говорил или по-другому как-то свои эмоции высказывал С приближением календарного лета жара покинула Красноярск В ночь на субботу ожидается всего 7 градусов Днем воздух прогреется до плюс 21, к ночи снова похолодает За окном в темное время суток будут прохладные плюс 8 Днем воскресенье по прогнозу солнечные плюс 22 А вот рабочая неделя ожидается дождливая Причем польет уже в ночь на понедельник Утром не будет лишним захватить с собой зонтик Весь день будет идти дождь и не прояснится даже к вечеру В выставочно-деловом центре Сибири в эти дни проходит необычная выставка Одна из картин – портрет героя Советского Союза монаха Киприана Валерий Бурков так в миру зовут героя, чтобы увидеть экспозицию прилетел из Москвы Дело в том, что наш красноярский художник Игорь Башмаков написал портрет Инока Киприана Живописца поразили глаза, если быть точнее, пронзительный взгляд старца Биография у отца Киприана впечатляющая Иноком он стал всего 6 лет назад, тогда мужчине было 59 А вот заслужил звание Героя Союза совсем за иные заслуги Валерий Анатольевич – военный во втором поколении Прошел Афганистан, там был ранен и потерял обе ноги Однако, глядя, как мужчина из полинского роста ходит по галерее Сложно поверить, что больше 20 лет он передвигается на протезах Поглядываясь назад, я могу только сказать слава Богу, что он мне дал такую потрясающую, интересную жизнь И когда вот смотришь на такие картины, видишь глаза, которые как живые И виден вот этот внутренний взгляд, внутреннее состояние души Конечно, замечательно, что художник может так прекрасно передавать душу человеческую 4 тысячи саженцев сосны высадили в Емельяновском районе Там прошла акция «Сад памяти» Деревья высадили в память о погибших в годы Великой Отечественной войны Напомню, международная акция проходит по поручению президента Владимира Путина уже третий год подряд Красноярский край всегда принимает активное участие В этом году в 43 районах высадят около 116 тысяч деревьев и кустарников Вырастили их в специальных лесных питомниках, которые также находятся на территории нашего региона В принципе, задача лесовосстановления, она носит очень важный характер Безусловно, наш край богат этим природным ресурсом, богат лесом Он представляет собой экономическую ценность Безусловно, ведется большой объем лесозаготовки И в этом смысле мы, конечно, обязаны делать все, чтобы этот ресурс возобновлялся Не только естественным природным способом, но и благодаря нашим таким усилиям В Красноярск приехал почетный гражданин города и края, всемирно известный благотворитель Хазрет Савмен За безусловные достижения перед человечеством в прошлом году ему была вручена премия Людвига Нобеля В канун своего 85-летия он не случайно здесь Меценат считает эту землю своей родиной Дина Володина с подробностями В аэропорту дорогого земляка встречают в лучших традициях Хлебом, солью, не скрывая радости В этом мае Хазрету Савмену исполнилось 85 лет И более 35 из них он посвятил нашему городу и краю Ну а для воспитанников дома лицея, который и создал меценат, он вообще любимый дедушка Ой, как хорошо Да, ваши Да, это мои Сам Хазрет Меджидович считает себя сибиряком А наш город и край родным домом В 1980 году он создал золотодобывающую артель «Полюс» лидера золотодобычи Поэтому не случайно в честь своего юбилея он решил посетить Красноярск и встретиться с земляками Золото очень тяжело было добывать И в шахте было, и в том школе, это уже отработано, техноенка была Вот вы знаете, что такое техноенка Отработано и списано уже А я после них добывал и еще восстанавливал К приезду благотворителя в Красноярск была подготовлена презентация книги о его судьбе «Дорогами земли» Она о некогда простом пареньке из аула Афипсиб Что в Адыгее Киномеханике, прошедшем очень большой путь В книге и про создание предприятия лидера золотодобывающей отрасли И про руководство родной Адыгеи И о сотне уникальных благотворительных проектов по всей стране, в том числе и в нашем городе Работа над книгой длилась более двух лет Это человек удивительной судьбы Это настоящий герой И книг, и сердец, и кинофильмов, возможно Французский философ говорил У каждого настоящего Есть свое будущее И вот Хазрет Меджинович так жил Что как будто знал Что потом напишут о нем книгу Главный жизненный девиз Хазретаса в Мэна в его словах Я всю жизнь живу с твердой верой в то, что каждый, кто имеет возможность помочь ближнему, должен это сделать Счастье, что вы сегодня с нами Потому что мы держим Вот эта книга стала настольной для меня Я честно признаюсь И эта книга важна для ребятишек Которые будут ее читать, будут изучать Это еще на многие-многие годы вперед То есть вы сделали еще нескольким поколением А так, как по-настоящему, надо жить На встрече мэр Красноярска Сергей Еремин Вручил Хазрету Меджидовичу медаль Андрея Дубенского От основателя города на Енисеи Основателю эталонных традиций благотворительности Дина Володина, Седьмой канал Посевная компания в нашем крае уже перевалила свой экватор Что в ней изменилось в этом году и будем ли с урожаем Мы сегодня поговорим с первым заместителем Министра сельского хозяйства и торговли края Александром Походиным Александр Николаевич, здравствуйте Здравствуйте Я так понимаю, что погода вот в этом году Просто благоволит для прекрасного урожая Жара, вот сейчас вот дождик пойдет Или наоборот Нет, конечно, погода благосклонна К нашим сельчанам, крестьянам И понятно, что у нас специфика нашего труда такова Что крестьяне наши, они привыкли работать В любых погодных условиях Но когда вот такая благодатная погода С точки зрения технологий аграрного производства Прежде всего растеневодства Конечно, тогда крестьянам удается работать очень эффективно и качественно Компания этого года, она ведь несколько отличается от предыдущих Мы все-таки находимся под санкциями Или никакого вообще эффекта отрицательного положительного не ощутили? Ну, эффекты, ведь санкции наступили уже после того, когда крестьяне были готовы к посевной К посевной готовится обычно сразу после уборки, начинает готовиться И, конечно же, в осенний период, в зимний период Наши сельчане подготовились качественно к проведению весенних полевых работ Запаслись удобрениями, семенами С осени мы подготовили 92% почв То есть почвы были подготовлены для посева весной То есть паханы, обработаны Весной была произведена прибивка влаги И вот начали посевную кампанию Положительный эффект от санкций есть? Не знаю, возможно, странный вопрос, но... Нет, он, конечно, будет Он сейчас уже есть Ведь санкции... Это такой процесс длящийся С 2014 года, и вообще Россию не очень любили И раньше В 2014 году санкции были впервые введены Такие масштабные И прежде всего против как раз тех отраслей экономики Экономики, которые связаны с сельским хозяйством Но это только нас укрепило Вот все заметили, что у нас появилось на полках наших магазинов Очень много продукции нашей местной Красноярской, российской в целом И Красноярской в частности Которая по своему качеству По своей визуализации Она ничем не хуже, чем Та продукция, которую когда-то нам привозили из европейских стран И из других государств Поэтому санкции настолько укрепляют И лишают нас тех конкурентов Которые на рынке присутствуют То есть освобождаются ниши И эта ниша сразу же заполняется Заполняется нашими предприятиями Которые производят продукцию Ну, прежде всего, еду, конечно Пищевая и перерабатывающая промышленность А поменялись ли, опять же, в связи с санкциями Может быть, как-то виды продукции, выращиваемые Вот в связи, возможно, с недостатком семян, зерна Не то, что недостатка У нас, в общем-то, достаточно сбалансированное Аграрное производство И мы всегда надеялись на себя Да, были там 90-е годы лихие Когда у нас не хватало зерна Сегодня мы являемся мировым лидером По экспорту продовольственной пшеницы И поэтому на нас скорее влияет не конкуренция В той части, что у нас чего-то не хватает А в той части, что сегодня пользуются повышенным спросом И где можно заработать нашим крестьянам Сегодня укрепить свою материальную техническую базу За счет этого Создать более благоприятные условия для своих работников Работать и получать при этом хорошую прибыль Конечно, крестьянский труд и производство Оно невысокомаржинальное производство Но вместе с тем Мы сегодня заполняем те ниши, которые освобождаются Ну, в частности, масличной культуры Мы нарастили пассивные площади Рапса Как одну из самых основных масличных культур Которые производятся на территории Красноярского края Порядка 214 тысяч гитаров Мы вот на сегодняшний день уже посеяли Еще прибавим немножко Это уже больше, чем в прошлом году Но напомню, что в прошлом году Красноярский край Как и два года ранее до этого То есть третий год подряд Мы больше всех в России собираем Рапса Красноярский край То есть из регионов России Наш край собирает больше всего Рапса А не только же по Рапсу мы, по-моему, рекорды ставили в прошлом году По пшеницам мы по урожайности поставили рекорды Вот два года подряд мы за 30 центнеров уходим В бункерном весе Но когда-то это считалось вообще чем-то таким невероятным И из разряда небылиц, чтобы в Сибири 30 центнеров с гектара Два года подряд вот уже получаем В том числе не очень благоприятный прошлый год был Но вместе с тем за 30 мы ушли Поэтому культуры, которые сегодня производятся Они все ориентируются на рынок И чем продукция востребований Конечно же наши крестьяне стараются этими культурами засевать Другое дело, что технологии Ведь любая культура требует навыков, умения, опыта, возделывания И вот по РАПСу такой опыт уже есть И все соглашаются с этим И признают наше лидерство Но помимо РАПСа у нас вот и Лен Масличный появился Лен Долгунец У нас появился Амарант в этом году Небольшие поляны вместе с тем пробуют развивать У нас СОЯ появилась Поэтому наши крестьяне очень мудрые И они правильно реагируют на все те возможности Которые предоставляет нам сегодняшняя политическая обстановка В том числе и санкции Санкции нас только укреплят Вот смотрите, вроде бы все так хорошо Но вот тем не менее Ты сам идешь в магазин И зрители тоже обращают внимание на то, что выросла цена На картофель, на свеклу Такие какие-то в общем-то наши традиционные культуры Ждать ли нам с учетом положительной динамики Какой-то и здесь положительной динамики? Я думаю, что вот та чехарда ценами Которая была у нас в этом году В начале этого года Она связана, конечно, была с санкциями И вот с ковидом, с которым мы несколько лет последних боролись Экономика очень сильно пострадала от ковида Но вместе с тем мы, говорю, и рекорды ставим И развиваемся еще При датчиков всему Но санкции, конечно, повлияли Поэтому вот эта чехарда ценами Она была привязана к доллару И торговые сети, и пищевая промышленность Приспосабливая ситуация Поэтому и картофель резко подорожал И капуста очень сильно выросла Сейчас цены падают Вот на сегодняшний день я смотрел материалы Которые нам ежедневно поступают по ценам То, что сегодня именно в торговых сетях Цены стали снижаться И мы увеличиваем объемы пассивных площадей И всего борщевого набора Ну и в частности картофеля и овощей Реагируем на потребности рынка И думаю, что здесь каких-то угроз у нас нет И в целом в Российской Федерации В Красноярском крае в частности Есть слабое звено Да, есть У нас не хватает хранилищ И овощих хранилищ И картофеля хранилищ Современных Но здесь как раз мы подготовили сейчас предложение Для губернатора Александра Ильича Уса Для правительства нашего края По мерам государственной поддержки Которые мы предлагаем сейчас Усилить И в направлении создания Вот таких мощностей По хранению овощей и картофеля Ну и помимо этого Еще там молочную отрасль Мы тоже укрепляем Я думаю, что Александр Николаевич Я пожелаю вам удачи и новых рекордов На этом, я думаю, можно закончить На этой позитивной ноте Чтобы все сбылось Новых рекордов По пшенице, по арабсу И по другим культурам Все сбудется, крестьяне Нас не подведут Спасибо вам большое Я напомню, у нас в студии был первый заместитель Министра сельского хозяйства и торговли Края Александр Походин Прогноз погоды Представляет сеть ортопедических салонов Нейрон Товары для здоровья всей семьи Прогноз погоды Представляет сеть оптик Артикон Ленина, 28 Телефон для справок 214-66-88 Сломались очки И нужен срочный ремонт? Приходите в оптику Артикон В каждом салоне есть своя мастерская Специалист отремонтирует оправу И изготовит новые очки сразу на месте Также в каждой оптике Артикон Работает кабинет врача И теперь информация о погоде В субботу, 28 мая В Красноярске переменная облачность Без осадков Ветер восточный 2 метра в секунду Атмосферное давление 737 миллиметров Ртутного столба Ночью плюс 7 градусов Днем до плюс 21 К этой минуте у нас все сообщения Если у вас есть свои новости Звоните в нашу редакцию По телефону 2900-333 Присылайте фото, видео и текстовые сообщения На наши вайбер и ватсап Номер телефона 8 391 2900-333 А также следите за нами в социальных сетях В студии для вас работала Юлия Чупрова Всего вам доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова